всем здравствуйте хочу начать сегодняшнее видео с проверки аппаратуры для моего танка вот как вы уже видели в видео эта аппаратура выходит в ошибку при нажатии при просто при езде что-то делаешь и он прям хлоп красным загорается и выходит в ошибку держишь кнопку демо режима все работает все вот ведь как сейчас красный режим вот оранжевый зажали и все работы будет будет все работать вот а если просто ехать то он выходит в ошибку вот я сейчас хотел мне друг одолжил свой пульт сейчас хочу попробовать проверить делали это в пульте или это все-таки уже мозги вот так что сейчас я его запущу установим аккумулятор тестировать будем на режиме c включая его включая аппаратуру все этот работает вверх вниз лево право поднимает потом стрелять будет не отключена все так и вперед назад крутится ребят я не знаю но сегодня работает ну что пробуем так это у нас башня вверх вниз вверх вниз она по кругу идет лево право дальше вперед странно ничего не работало так ну что попробуем тогда чужую аппаратуру друг дал мне попробовать свою аппаратуру от такого же танка давайте попробуем поставим в нее батарейки и проверим очень непонятная штука ну что включаем его аппаратуру и пробуем вот тут все работает и соответственно проверяем назад то же самое все работает что это было я не знаю ладно аппаратуру я отдаю попробовал так что в принципе моя исправно все работает какой-то был глюк собирается назад еще раз пробуем все нормально ничто никуда не уходит ни в какую ошибку ничего все тогда выключаем на этом видео с этим танком у нас закончена закончена приступим к следующему так пришла мне посылочка не одна но начнем вот этой маленькой я ее скрыл пришел мне еще один 180 мотор с очень маленьким хвостовичком мотор совсем другой отличен от тех которые до этого были сзади на нем написано 2470 что это такое я не знаю на этикетке тоже ничего не понятно ни обороты не вольтаж ничего буду смотреть сейчас по трек номеру что вообще откуда пришел потому что заказывал я их куча с разных мест пришли мне в предыдущей посылки два вот и на нем написано а тут тоже было не особо понятно вот но в заказе я посмотрел там написано 12 тысяч оборотов и короче он не хочет ехать я поставил на урал его и он не хочет ехать почему-то постоянно электроника выходит в ошибку в чем это дело непонятно с чем это связано непонятно вот так что попробую перепонять я вот на этот а этот посмотреть что это за мотор вот откуда чего стоит он написано вот 1 на 4 доллара так что посмотрю откуда он пришел не буду выбрасывать этот пакет проверю так а сейчас открываем значит следующую посылку так прежде чем прежде чем скрыть следующую посылку я вам хотел показать вот такого вот зверя этот зверь рожден при при слиянии колес и корки от рэма хобби как он там называется open какой-то там джип ну короче от второго поколения трофеек вот этих краулеров от рэма хобби и и химота боу выглядела эта штука вот так вот такая вот маленькая корочка и вот такие вот колесики а теперь эта штука выглядит вот так вот грозно вот такой вот вот такой вот получился крутой аппарат вот надо будет мне вот теперь до конца доделать что-то у него там с двигателем вот почему-то он быстро перегревается и пропадает мощность перепаяем двигатель зальем маслица в него чтобы он у нас был пожестче вот ну и обкатаем его небольшое видео я немножко небольшую обкатку я ему уже делал вот где выявились его проблемы вот поэтому видео не стал делать монтировать надо довести его до ума и тогда уже посмотреть в принципе от рэма хобби у меня остались вот такие бампера вот так как как вы уже видели рэма хобби у меня навстал на ватеровский кузов так ну ладно все значит и вот этим двум монстрам ватере и химоте нужен напарник как вы знаете есть у меня вот такой долгострой старенький потрепанный уже гелик я его уже переделал на костумную шайс тут у меня уже куча всего я из него много чего планировал вот но сто процентов он все равно поедет вот поедет он в основном будет ездить он в зимний период вот на таких вот здоровенных катках как первопроходец вот и ему в компанию пришла как раз таки новая посылочка которую мы сейчас с вами вскроем опачки вот решила не не а не 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 Продолжение следует... Ну, компаньон ему будет подстать. Только один будет деланный-переделанный, а другой будет в штатном исполнении. Это модель уже второго поколения. Пожалуй, в сторонке я его вскрою и на стол поставлю вот так уже. Комплектация вся та же самая, что и была и в первой модели. Но это в первом поколении, но это уже поколение второе. В чем разница первого поколения от второго? Разница в том, что у этого уже более качественные шестеренки. Выходы из коробки передач уже у нас не 4 миллиметра, а 5. Ну и считается то, что качество уже получше он стал. Так что скоро мы это дело сравним. Обязательно его затестим. Техника в принципе интересная, если ее не насиловать, она в принципе ходит нормально. Вот. Изменений пока я больше никаких не вижу. Регулятор какой-то другой, регулятор оборотов другой, пиньон более большой. Сейчас попробуем подключить сразу. Так, что-то две аппаратуры у меня. Это мои, и они с ним не коннектятся. Так, ладно, попробуем запустить с его родной аппаратурой. Хотя они все должны быть взаимозаменяемые. Ладно, выключаю. Протестим мы его попозже немножко. Так, модель не новая. Вот. Состояние такое, чуть-чуть подушатанное, но уже стоят кое-какие диоды, как вы увидели. Подсветочка есть. Прикрутим запаску. Потерял он, видать. Держалку, колесо, закрутим гаечкой. Хотя там, по-моему, была такая ручная закручивалка. Благо тут все под рукой. Я уже и забыл, как он выглядит в оригинале. Ну, вот такой вот он. Парень сделал ревизию. Да, надо тут будет немножко с ним подшаманить, приподнять его. Я его поднимал. Вот. А так, в принципе, модель живенькая. На этом наше видео подошло к концу. По шайски, в принципе, больше никаких тут вроде дополнений нету, ничего изменений нету. В отличие от первого поколения. Так что, посмотрим, как он ездит и посмотрим, насколько его дольше хватит. А так, надо его будет приподнять чуть-чуть. Ну, и, соответственно, посмотрим дальнейшую судьбу. Вы увидите его на канале. Вот. Всем спасибо за просмотр. Ждите новых видео. В ближайшее время подоспеет еще один интересный видосик. Вот. Не буду рассказывать, про что он. Но, в принципе, многим должно это дело понравиться. Ну, все. Всем пока. До новых встреч.